здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта итак сегодня обсудим рынки как всегда фондовый индекс товар на сырьевой рынок рынок форекс рынок криптовалюты а также обсудим рынок труда сегодня выходят важные данные нфп данные в принципе трейдеры все ждут как всегда да будет повышенная волатильность но в принципе я думаю что данные в принципе ожидаемы в формате что они выйдут возможно лучше чем заложено по прогнозу консенсус аналитика да так как у нас есть предыдущие данные которые вышли лучше это данные по вакансиям от jolts да там ожидали 7 с половиной миллиона вышло выше восьми миллионов и в среду выходили данные от адп тоже вышли лучше ожидали сто двадцать четыре тысячи вышла сто сорок там с копейками поэтому сегодня у нас сколько там ожидает 147 если не ошибаюсь секундочку до 147 тысяч ожидают на и скорее всего и даже если учитывать предыдущие если не ошибаюсь два месяца или три у нас выходили достаточно плохие данные и как аналитики говорят это сезонный фактор и сейчас возможно у нас данные выйдут лучше немножко поэтому в связи с этим доллар может укрепиться потом фондов индексы могут припустить сделать коррекцию металлы могут тоже сделать коррекцию так как рынок труда если он будет показывать хорошие результаты до сегодня то это будет говорить что в экономике все-таки более мягкая посадка чем ожидалось ранее хотя у нас еще напомню позапрошлой неделе выходили данные пвп 3 процента стабильно все и таким образом фрс ставку в ноябре будут там снижать не на 0 5 как ожидают а скорее всего что на 0 25 поэтому может быть такая реакция на рынках это при условии что выйдут хорошие данные технически тоже можно сказать что все указывает на возможную коррекцию по фондовым индексам в принципе я вчера это говорил мы пока еще на месте по металлам аналогично хотя там очень сильный тренд и это такая авантюра достаточно рискованная ну со стоп лоссами обязательно использую используйте потому что у нас на те идеи которые я сейчас со вчерашнего дня начал видеть на рынке обязательно со стоп лоссами потому что это все контр трендовые до моменты ну давайте конкретно перейдем к но еще не забываем что помимо на давление на фондовые индексы америки это эскалация конфликта на ближнем востоке да после вот этих скажем ответки от ирана израиль что-то там грозится ударить по нефтяным местам заводами так и не понял до конца или куда там будут бить по ирану на могут ударить как вариант то это не только на фондовые индексы повлияет это и на нефть не вчера достаточно хорошо выросла и говорил что нефть покупайте натуральный газ покупайте да конечно вы спросите почему я вот если логически да вот нефть покупать натуральный газ покупать и почему там не покупать золото и серебро потому что они как валюты скажем как активы убежище да я с вами согласен частично но частично они в принципе какой-то момент они могут ходить одинаково с индексом долларами с 500 если доллар растет и спи падает то золото тоже раньше была вот такая корреляция очень сильно сейчас она не так работает но пока я вижу так на и так после 500 у нас ключевой локальный уровень сопротивления 5 700 5 770 условно там с копейками давайте так круглим 5 775 пока мы ниже него я за шорты его могут или мы с текущих падаем или его могут чуть-чуть вынести и только потом вниз на коррекцию где-то в район пять шестьсот пятьдесят пять шестьсот и возможно ниже насколько это коррекция будет глубокая как прошлый раз или более сильное время покажет но пока спекулятивно я бы сегодня рассматривал шарты обязательно со стоп лоссами выше данного уровня потому что если мы его ломаем и дальше обновляем вот эти максимумы в районе 5 825 то дальше полет наверх открыт напомню у нас сейчас такие исторические покупки по buyback а это в принципе является основным драйвером роста фондовых индексов так далее поэтому смп шорт нас да кто торгует данной скажем индекс аналогично уровень сопротивления у нас получается так максимум условно говоря две сто двадцать тысяч сто пунктов да ниже данного уровня я бы рассматривал шарты выше уровня стопы обязательно стопы ставить потому что у нас тренд глобально восходящий и я вижу коррекцию в район девятнадцать пятьсот возможно ниже возможно девятнадцать тысяч покажем время покажет насколько эта коррекция затянется и что дальше будет с этим с этой эскалации конфликт она будет на паузе договорятся как-то временно и так далее поэтому вот фондовые индексы я пока рассматриваю на снижение дальше мы по металлам принципе золото у нас ключевой уровень сопротивления я взял 2665 пока мы ниже данного уровня я за снижение с целью 2 620 это минимумы которые у нас были начале недели и возможно ниже на обязательно со стоп лоссами стоп лосс если мы ставим за вот этот максимум вторника это 2 2 675 потому что если мы будем выносить этих и это дальше мы уйдем по тренду в принципе здесь я был ранее покупателям но фундаментально пересмотрел со стороны рынка труда то мы можем на этом просит сделать там скажем какую-то более глубокую коррекцию потому что по золоту принципе давно не было таких коррекции вот ну скажем последнее время не было больших коррекций а так принципе золото она после хорошего роста вот даже посмотрим предыдущие вот эти локальные максимумы смотрите мы глубокие коррекции делали и на этих коррекциях можно спекулятивно заработать ну или конечно потерять да но главное в рамках в рамках риска да потому что здесь тренд вот как то вот так вижу хотя здесь логический есть достаточно сильные предпосылки для роста и технически так далее но пока вот такую комбинацию я выбрал посмотрим в конце дня на правильно или ошибочная что касается серебра то здесь ситуация аналогичная у нас достаточно сильный уровень сопротивления в районе 3230 смотрите мы этот уровень раз-два один раз прошивали три четыре пять шесть сегодня в шестой раз тестируем то есть там какая-то планочка кто кто сильно ее держит на то есть не просто так я ну и плюс у нас так скажем это такой исторический сильный уровень 3250 ну как исторически это данные максимума весны и мы никаких пробить не можем здесь кто-то держит планку по каким-то причинам и можем от этого уровня и оттолкнуться я ожидал там более ожидаю более глубокую коррекцию возможно в район 3050 30 да и там уже будем смотреть если и стопы мы ставим скажем выше данного уровня 3230 потому что если мы его проносим у нас хорошее накопление то скажем будут будут очень сильно расти и так рынок нефти как я уже сказал только покупки хотя там если чтобы саудита грязица что не все соблюдают добычу нефти этому меняют разные страны опек что опустим цену и так далее то есть если мы добавим добычу то цену опустится до 50 и так далее но смотрим если все таки атака будет на иран какие-то жирные точки и так скажем условно говоря да то мы можем если это будет на выходных мы можем и геп хороший словить по нефти я помню такую ситуацию когда или саудовская аравия была атака беспилотников со стороны йемена если не ошибаюсь могу ошибаться точно и по нефтяным каким-то заводом там геп на открытие рынка был но это где-то лет более пяти назад и такой геп под 10 долларов если не ошибаюсь был но потом все закрылось закрылся геп но мы можем и сейчас получить я не знаю чтобы договорятся не договорятся но пока нефть только покупки я целюсь 80 90 80 мы почти сделали вот вчера 78 то есть два доллара осталось принципе кто вчера покупал на нефти можно заработать сейчас это такой актив достаточно интересный что касается натурального газа здесь аналогично говорил вчера покупать пока видим что с натуральным газом вообще последнее время получаются очень хорошие прогнозы я бы только только покупал и дальше я бы вот сегодня снова покупал я думаю что мы три доллара будем пробивать и уходить выше да то есть к предыдущим локальным максимум это которые были у нас несколько месяцев назад летом это 315 да поэтому натуральный газ покупаем а вот что касается индекса доллара индекса доллара индекс доллара как видим скорректировался и дошел до уровня 101 и 85 достаточно сильный уровень с этого уровня мы делали локальные минимумы в сентябре поэтому скажем так как точек входа здесь ничего нету вот конкретно что касается индекс доллара евро доллара я пока здесь не торгую формате потому что ну просто идет движение наверх можно ли дальше покупать индекс доллара с в ожиданиях на хорошие данные нфп как бы да но скажем такие движения я не люблю торговать потому что она вот пошел импульс а коррекции нету а можно попасть на коррекцию можно попасть на глубокую коррекцию и так далее поэтому как то вот так то же самое касается вот если переходить на евро доллар вот по евро доллару тоже пока ничего вообще по евро доллару я у меня были сильные надежды еще на прошлой неделе на том что у нас вот мы пойдем на пробой 112 идем туда на 113 плюс-минус и хорошенько получится заработать не получилось здесь убыток получил проморгал что я проморгал проморгал то что здесь была дивергенция очень сильная двойная вершина как бы но до этого не показывал от очень хода на шорту только после закрытия понедельника вот я когда делал обзор во вторник говорил что вот здесь уже мне сильно не нравится возможно вот эта политика вмешалась и и так далее как бы скорее всего трейдеры убегали в риск плюс вот если что касается евро доллара также пошли заявления что скорее всего на следующей неделе ецб понизит ставки на 0 25 процента и за счет этого евро возможно просела скажем как бы скажем вот игнорирование вот таких моментов и пока у нас по евро доллару ну я вообще рассчитываю что да вот эти моменты сейчас и понижение ставки уход трейдеров в доллар и так далее но мне кажется евро где-то должно быть на пределе 110 но плюс-минус мы можем кольнуть но не должны ниже уходить сильно потому что одну тренд как-то сильно меняется и вообще там жду хорошенького роста но пока пока таких сигналов нету как бы это ожидание но пока на покупку ничего не вижу ну и что касается то касается рынка крипты закончилась ли вот эта коррекция по биткоину мне сложно сказать она что-то напоминает из mp500 или я по снг и ошибаюсь или конкретно по по биткоину да потому что я говорил что я все-таки ожидаю что у нас коррекция по биткоину закончилась и плюс-минус набираем покупочки на сильный рост если конечно что-то не случится такого и эфир аналогично но как-то очень сильно скорректировался сильно смущает но посмотрим то есть сегодня плюс-минус должно выкупать вот эти все моменты иначе иначе здесь или просто более усложнена коррекция или там глобально ошибаюсь или просто пока не желает более сильно повыносить сложно сказать хорошо на этом все в принципе обозначил по некоторым инструментом есть рискованный контр трендовые идеи по некоторым я пока наблюдаю без одни ожидания но пока графически то есть войти сложно всем удачи пока в понедельник уже сделаем разбор того что произошло сегодня и дадим новые прогнозы пока